В Украине возросло количество автоугонов. В среднем уходит по 15 машин в сутки. Дешевые авто воруют из-за дефицита запчастей, а дорогие под заказ. Если хоть один надежный способ защитить своего железного коня, знает любовь кукла. Угнать за 60 секунд. Абсолютно любую машину можно угнать, только нужно время. В стране стремительно растет количество автоугонов. Цифры говорят сами за себя, уводят до 15 машин в сутки. Угнать можно любой автомобиль, в зависимости от уровня, от квалификации угонщика. От тех инструментов, которые он использует, может уходить от 20 секунд и до нескольких минут. Угонщики не боятся вскрывать машины даже на глазах у владельцев. Стоял автомобиль вот на этом месте. Здесь всегда паркуют? Да, я приезжаю и оставляю автомобиль на этом месте, спокойно, в безопасности. Автомобиль Сергея Филиппова воры увели прямо со двора, перелезли через забор, пока мужчина спал. Перелезли они вот прямо в этом месте, причем самая высокая точка забора и самая неудобная. Тут неудобно немного перелазить. Я ничего не поправлял, так и оставил для отпечатков, для полиции. Сломали фонарь, пока лезли. Ну, соответственно, тут перепрыгнули и открыли ворота. Преступники открыли ворота и уехали на его авто. Обратился в полицию. Ну, ответ был такой, да, мы будем принимать какие-то меры. Единственное, я у них попросил бланки, чтобы они мне помогли на просмотр видеонаблюдений различных учреждений. Вот поскольку понимал, что никаких действий предприниматься у них не будет. На камерах видеонаблюдения свое авто Сергей узнал сразу, рассказал об этом полиции. Но все тщетно. Машину до сих пор найти не удалось. Автоугон и бизнес в Украине процветает стопроцентный. Панацея от воров попросту нет. Несмотря на все новомодные системы защиты, украсть можно все. И чаще всего в зоне риска оказываются машины, которые оставляют на открытых парковках у магазинов или офисных зданий. Ведь там до вашего авто никому нет дела. Злоумышленники выслеживают машину жертвы. Зачастую в дорогих машинах есть система дистанционного открытия дверей. То есть, когда у человека ключ лежит в кармане, злоумышленник находится у квартиры жертвы, либо ходит за ним в супермаркете с чемоданчиком. В это время другой злоумышленник находится с приемником возле машинки, и машинка открывается. Угоняют все, что ездит. От элитных Бентли до народных Ланосов. Тем не менее, не ворами едиными. Очень часто в тандеме с ними на арену выходят аферисты. Звонят владельцам авто с предложением купить информацию. Дескать, знают, где машина. Ведь пока человек в панике, он готов почти на все, чтобы вернуть автомобиль. По-любому автомобилист должен вспомнить, что у него находится в автомобиле, то, что знает он. И когда вот эти вот аферисты, они по-любому будут связываться. Нельзя никогда вестись, никакие деньги не перечислять. К сожалению, побороть волну автоугонов не удается. Да, и шансы найти угнанную машину мизерные. И раз панацеи не существует, остается надеяться только на удачу и человеческий фактор. Ведь очень часто краденые автомобили находят не профессионалы, а пользователи соцсетей. Любовь кукла Сергей Келемик и Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. Спасибо.